Инициатива не всегда наказуема. Общественники представили проекты на 14-м гражданском форуме в Ульяновске. Неравнодушные люди, деятели некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений поделились идеями. Олег Калмыков, например, считает, что каждый ребенок должен заниматься спортом. Олимпийский совет, который возглавляет Калмыков, ежегодно выигрывает гранты на организацию секций. Также деятели совета проводят спортивные мероприятия, такие как День зимних видов спорта и День ходьбы. Все для детей, уверен Калмыков. И я пытаюсь всей своей жизнью доказать, что купить кроссовки, мячик футбольный, кимоно или боксерские перчатки, да, дорого, но поверьте, это гораздо дешевле, чем потом платить за таблетки. Участливые жители районов и кварталов давно уже объединились в ТОСы. Всего в Ульяновской области 427 территориальных общественных самоуправлений. На их базе организованы и центры активного долголетия, и тематические кружки, и пекарни. На форум активисты привезли выставку и похвастались талантами. Кокошники, ручной работы, вязаные игрушки, кулинарные изделия. У каждого стенда свой колорит. Выставка очень разнообразная, как и плетение из лозы, так и, допустим, у нас изготовление мыла, ручной работы. У нас сегодня можно попробовать фито-чай, кислородные коктейли. Деятели областной общественной палаты работают эффективно. Это заметили и федералы. В этом году организация заняла топовые места в рейтинге по стране. Второе место по медиа-активности. Наши вошли в тройку лучших. Что это значит? Да, мы активно работаем на местах. Мы активно участвуем в общественном контроле. Мы очень хорошо, экспертно оцениваем нормативно-правовые акты. Но самое главное, что наши активисты приводят гранты, конкурсные федеральные средства на территорию Ульяновской области. Некоммерческие организации представили на форуме успешные проекты, проверенные временем. Например, в Ульяновске созданы службы поддержки для населения. Они и грант написать помогут и обеспечат социальной помощью за счет госбюджета. Федеральный эксперт по некоммерческому сектору считает ульяновцев прогрессивными. Ну и мы видим, что очень системная работа в ряде муниципальных образований Ульяновской области позволяет некоммерческим организациям привлекать инвестиции в свои собственные территории. Алексей Русских провел в концертном зале университета пленарное заседание. Глава региона поблагодарил общественников, помогающих семьям защитников Родины. Сейчас это важнее всего. Ваши большие и маленькие подвиги, каждый из которых стал для кого-то настоящим спасением, являются примерами подлинного патриотизма, человеколюбия и активной жизненной позиции. Глава региона наградил выдающихся общественников благодарственными письмами и именными подарками. Виктория Черкова, Марат Мегдеев. Улправда ТВ.